Только за прошедший месяц в Республике прошло 5 соревнований общероссийского масштаба. Подробно об основных спортивных событиях уходящего месяца смотрите в эфире нашего канала сегодня в 21.00 в программе «Спорт для всех». И еще о спорте. Известная в Республике Новочебоксарская хоккейная команда «Сокол» выступит в первенстве в высшей хоккейной лиге. Новым тренером клуба стал хорошо известный в спортивной среде Владимир Синицын. В 90-х годах он сам играл в составе этой команды и до сих пор остается самым успешным ее игроком. Сумеет ли он стать лучшим в качестве тренером, узнаем в предстоящем сезоне. Перед сезоном 2015-2016 годов в «Соколе» произошли изменения. Теперь командой руководит новый тренер. Кроме того, обновился и состав хоккейного клуба. Большинство из ребят – это бывшие игроки юношеской и молодежной лиги. Сейчас же им предстоит показать свои возможности в высшей лиге «Б», где требования намного выше. Пришел с Брянска, доиграл по МХЛ там сезон прошлый. Ну, понравилась команда, то, что вот попали в ВХЛ, первенство в ВХЛ. Хочу попробовать свои силы здесь. Ну, во-первых, нам надо определиться с составом. Пришел новый тренер, ставит свои задачи, свои требования. И кто-то соблюдает, кто-то нет. Естественный отбор. Будем строить команду. Посмотрим, что будет дальше. На данный момент в распоряжении тренерского штаба находятся 26 хоккеистов. Каждый горит огромным желанием достойно представить республику на первенстве в высшей хоккейной лиге «Б». Хотя уровень владения клюшкой у всех разный. Поэтому основной упор тренер Владимир Синицын делает на тактическую подготовку спортсменов. Больше всего на тактическое взаимопонимание, понимание то, что от них требуется. По идее, парни все, еще раз говорю, с желанием стараются соответствовать физически. Пока не могу сказать, потому что они кто-то занимался, кто-то нет. Но время есть еще, подтянем. А вот понимание – это тактика. Первенство ВХЛ сезона 2015-16 годов стартует 17 сентября. Для нашей команды он начнется с домашних игр. Соперником выступит Смоленский Славутич. Игры пройдут 19 и 20 сентября на льду Чебоксары-Арена. Поддержать нашу команду могут все желающие. Екатерина Абрамова, Россий Мухаммедов, Республика.